Здравствуйте, уважаемые зрители канала Деревенская жизнь на хуторе, деменник казачки. Меня зовут Татьяна. Сегодня я вышла с утра на улицу и обалдела от сюрприза, который преподнесла нам погода. У нас сегодня, оказывается, случились заморозки, внезапные. Они оказались внезапными не только для меня, полным сюрпризом, потому что небо пасмурное. Вчера как бы было холодно, но ничего не предвещало. Они оказались сюрпризом не только для меня, для моих соседей, для еще одних соседей, для жителей соседней деревни и даже для наших китайцев, которые не закрыли бока балаганов. Я когда вышла на улицу и увидела все такое замороженное, мороз был около 4 градусов, представляете, побил виноград, который еще висит на кустах. Но у нас как бы один куст, который еще не доспел. А мы сейчас ездили в магазин и ко мне приходили клиенты за молоком. У них вообще поздний виноград, в общем, он еще висит на кустах. Никто не ожидал, ничего не предвещал на самом деле. Потому что у нас обычно, когда мы ждем мороза, заморозков, ну небо там ясное, ну это небо пасмурное. Вот сейчас с него какой-то дождик там неожиданный начал накрапывать. У меня вот там в том углу, в пригороженном, вообще растут помидоры, которые я сажала в июне. И растет картошка, которой я собиралась получить второе урожай, я все время думала. Но если когда будут заморозки, там площадь такая небольшая, думаю, я кусты прикрою. И в общем, ну заморозки обычно они же как день-два. Вот, а потом все отлично продолжает расти, во всяком случае у нас опять тепло. Ну в общем, короче говоря, погода внесла свои коррективы. Вот, у меня побило перец, баклажаны, в общем, все побило. Помидоры, вот эту картошку, представляете, виноград вот этот, куст, ну я не знаю, цветочки. Все-все-все, вот это вот, короче говоря, разбито заморозком, разбиты все мои надежды в пух и прах. Вот такая вот сегодня, короче, неожиданная ситуация случилась. Китайцы сходят вокруг своих балаганов, слышу, стучат огурцами. В смысле, как стучат, они их собирают и бросают в ведра. Смотрю, думаю, будто они закрывают корея балаганов. Ну в общем, там кто закрывает, кто не закрывает. А вообще у них там, у них там вся растительность прям пышет. У них помидоры не то, что молочной спелости еще не достигли, но они прямо только-только нарастают, потому что мы здесь привыкли вообще к теплой, продолжительной, затяжной осени. Вот, и у нас нередко, когда заморозки случаются в ноябре месяце, представляете, первые заморозки. Вот, у нас даже листья не пожелтели и вообще они даже еще не начинали падать. Но теперь после морозов, вообще вы не обращали внимания, что листопад начинается как раз после того, как случаются заморозки. После этого начинает сыпаться лист. Так что вот эти наши вербы, которые на заднем плане скоро засыпят тут весь наш тротуар, все здесь будет засыпано вот этими листьями. Ну, естественно, везде все деревья оголятся. У нас даже желтых листьев нет. Вот, у меня некоторые кустарники как бы еще не закончили свой жизненный цикл до осени, вот, которые, ну, у них там кора не доспела. Вот, я имею в виду ту же самую малину, но я вообще уже с недели, наверное, к ней не подходила. Я должна выслать людям малину, я думаю, так еще на недельку постоит, все-таки от корней, вот, это все, это самое, оно будет все доспевать. Вот, и я начну рассылку тем людям, которые у меня заказали, в общем, оплатили, все такое прочее. Пожалуйста, никто не переживайте. Я с утра была в расстроенных чувствах, пока я ждала молоковоз задавать молоко. Кстати, наше молоко подорожало с 1 октября, оно будет по 18 рублей за литр, сейчас по 17. Вот, пока мы не достроим свой подвал под сыры и как бы сыроварню, мы молоко пока будем сдавать, в общем, не будем загружать вот это все, ничего, сырами. Вот, и я, значит, пока ждала молоковоз, ходила в расстроенных чувствах, потому что я посадила, посеяла газон и думаю, ну, вот сейчас мороз, вообще холодно, ну, значит, он вообще у меня не успеет взойти, представляете? А я углядела, он, оказывается, у меня сходит такими отдельными маленькими травинками. Ну, если сейчас будет тепло, в общем, успеет газон взойти и даже, может быть, немножко нарасти. Я боялась, что я просто выкинула семена, если сейчас, потому что семена намокли, набухли, сейчас шабанет мороз, естественно, все это дело позамерзнет, ну, и как бы мне придется весной все это пересеивать и опять выравнивать это все, в общем, пересеивать. А сейчас пошли и посмотрим, что у меня там приключилось на моем огороде, все мои овощи, пойдем посмотрим, порастраиваемся вместе. Такую промозглую погоду, хочется чего-то теплого, хочется засесть и начать что-нибудь вязать, какие-нибудь шарфики. Вот, хочется есть что-нибудь такое горячее, мясное. И я думаю, что надо нам наш казан забрать домой. У нас есть казан для плова, который мы готовим на костре. В общем, его дома нет, я все время собираюсь на костре плов сделать. И все никак, потому что казан, еще раз говорю, не дома. Да, вот эти вот кустики, видите, лежат, это мне нужно посадить. В общем, я не знаю, что это такое-то, что-то типа осенние вот эти астры. Одна такая кирпичного цвета, другая желтого. Вот, ну вот смотрите, вот эта вся ботва была белая-белая-белая свекла. Глянь, я думала, ее вообще насмерть убило, нет. У меня, я хотела с утра все это заснять, как все было в этом инее. Глянь, я думала, что свеклу сразу бьет, но оказывается нет. Вот, вон, смотрите, вот баклажаны, все, конец им настал. Перец, кабачки, вернее, не кабачки, а эти патиссоны. Георгины побила. Ну, розы, они так поддержат, конечно, базилик мой, кустик один оставался. Лук-порей вроде целый, юка целая. Вон, картошка с помидорами, одно расстройство. Это картошка. Вот там газончик всходит, ну хоть это радость. Морковку вообще так сразу не пробьешь. У нас был один год, когда на полях рядом сажалась морковка. Вот, и мы ее ходили, собирали кроликам. У нас в то время были кролики после того, как было 8 градусов мороза. У нее, знаете, что у нее эти, ну верхушки самих морковок, корнеплодов подмерзли. И вот, и там столько людей понабежало с соседних деревень выкапывать. Ну вот. Так, конец моей картошки. Помидоры. Сколько здесь помидоров было? Ну ладно, я, в принципе, во фляге засолю. Вот так, если листики отвернуть. Смотрите. Что тут? Это, будем делать салат из зеленых помидор. У меня, кстати, завалялось видео про огуречный салат. Вот. Надо его выложить. Это я его сделала, но что-то никак я его не выложу. Морковка отошла. Порей тоже пока стоит. Так, ну что, давайте припозорюсь я, посмотрим, что у нас тут с картошкой под соломой. Вообще, я сомневаюсь, что все это здесь будет какой-то хороший урожай. Ну-ка. Надо было перчатки одеть. Есть тут что-нибудь? Лопату надо. Петунью гортензию тоже зацепила. Розочки пока стоят. Ну, вообще, у нас вот там, где дом, под навесом мороза не было. Я сходила за лопатой. Сейчас выкопаем пару кустов и посмотрим. Вот. Надо дать немножко возможность тем людям, той категории людей, которые очень любят наблюдать за неудачами или какими-то неуспехами других, особенно блогеров, почувствовать себя лучше, сильнее. Надо дать им возможность посмотреть, порадоваться за себя, что у них как бы все хорошо. Давайте посмотрим. Я всю картошку, конечно, выкапывать не буду. Пусть полежит в земле. Даже не глядя на то, что ее побил там мороз. Пусть она еще, ну, с недельку хотя бы две еще немножко понежится в земле. Просто интересно посмотреть, что у нас получилось. До какой же степени готовности дошла картошка? У меня было видео, где я ее сажала. Надо посмотреть, в какого числа это было. Ой, смотрите, молодая картошка. Две. Вы это, конечно, не считаете. В общем, она совсем не готова. Ой, не две. Четыре. Слушайте, клала одну, получила четыре. В лучших традициях тех, кто только-только начинает свою жизнедеятельность в деревне. Так, ну ладно. А здесь четыре молодых картошки. С укропом сварим. Будет вполне даже себе ничего. Напоминаю, я сажала эту картошку, просто земля оставалась. И я пошла в магнит. Ой, посмотрите. Слушайте. Порезала. Смотрите, какую картошку я порезала. Но я вам хочу сказать, что это не такой уж это неудачный эксперимент. Если учесть, еще раз говорю, какого числа я ее клала в землю, и то, что как бы заморозки случились, но я не готова к ним была. Если бы я еще прикрыла кусты... Ой, вообще была блофа. Смотрите, сколько тут завязей. Да нет, не настолько уж эксперимент мой неудачен. Даже лучше, чем я ожидала. Достанет ту, которую я порезала. Где он? Где ты? Здесь вообще должен газон расти. Вот он. По плану. Отсвет какой красивый. Вот. Ну что, вы знаете, вообще копать картошку, это такое дело. Начинаешь копать один куст, потом тебе хочется еще выкопать. В общем, в конце концов останавливаешься, когда уже сам себе говоришь, ну может, лайк, прекрати вот эту выкопку. Вот это вот другая картошка. Мне кажется, вот эта вот тоже другая. Еще посмотрим, еще один копнем. Эх, ну-ка. Что мы здесь добудем? Я не знаю, видно? Вот. Что мы добудем из этого кустика. Ничего себе. Ух ты. Ух ты. Вот эту картошку. Надо вообще повнимательнее посмотреть видео, какую, куда я сажала. Потому что еще раз говорю. Часть картошки я покупала в магните. Я пошла, когда ранняя картошка там продавалась, я смотрю, люди не купили картошку. И она там начала прорастать. Лежала на прилавках и проросла. Я ее взяла и кинула. Вот. Потом часть картошки я купила. А что я так много? Такую чушь, что я сюда целый пучок картошек кинула. Потом часть картошки я купила здесь у нас. Ту картошку, которую не посадили весной. В общем, она осталась и я купила тоже. Вот. И все это я посмешала. И посеяла. В смысле, посадила. Смотрите. Мелко много. Да. Если дни мороз. Все. Выкопаю сейчас последний куст. И дальше ничего я не буду трогать. Пусть она еще в земле полежит. Вы знаете, у меня создает стойкое впечатление, что эта самая картошка в земле после того, как ботва у нее отмерзнет. Или мороз вышибанет. У меня стойкое впечатление, что она там продолжает расти. Так, ну что. Какой кустик еще? Ну, чтобы ботва у него такая богатая была. А может, и хватит. Нам на еду этого точно хватит. Смотрите. Нет. Давайте еще один кустик посмотрим. Он тут сам последний. Вот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ Ух ты! Еще раз напоминаю, я ее сажала. Когда же я ее сажала? По-моему, в июне. А может, даже еще позже. Обалдеть! Смотрите. Да, опростоволосилась я. Надо мне было накрыть ее. Ну, откуда я знала, что сегодня будет мороз? Хотя я уже не девочка могла бы предполагать. В деревне живу давно. Все, ничего больше не буду трогать. А то я сейчас всю картошку свою выкопаю. У меня там есть еще одна картошка, которую мы копаем на еду. А в зиму мы покупаем. Потому что... Почему? Потому что. Потому что, во-первых, сажать некуда. Во-вторых, есть культура, которая приносит как бы больше доход, чем картошка. Ну, а это картошка, которую вот я поговорила, что покупала семена, привезенные из Белоруссии. Сорт не помню. Эх, а где картошка? Промахнулась я мимо куста. Картошка вот здесь, конечно, не ахте. Честно скажу, вот здесь точно можно порадоваться чужим неудачам. Зима у нас, видали, какая? Вот. Но встречаются кусты прям неплохие. Ну, в принципе, вот как она начала спить, мы обходимся своей картошкой. Вы знаете, жара. Была у нас жара 46 градусов. Ну, какая белорусская картошка вынесет такую жару? Вот сами подумайте. И, в общем, вы знаете, ну, я так думаю. Я просто для себя сделала такой вывод. Ее завязалось много, очень много. И сама картошка хорошая, сахаристая. Видите, я вообще люблю. У нее корочка такая. То есть картошка не гладкая, а такая, знаете, как корочка порепанная. Такая она крахмалистая. Завязалось ее очень много. Но она, я думаю, что она попала под жару. И, в общем, она не смогла. И, знаете, у нее еще ботва такая большая. Вот, видимо, она все поздний сорт. Ну, так. Плохая картошка, что там говорить. Ну, пока есть. Что имеем, что и копаем. Видите, сколько ее завязей. картошку у нас, что моя бабушка, что мы всегда копаем, короче говоря, лопатами. Вообще, все у нас лопатами делается. Если бы, конечно, все это кто-нибудь выкапывал, а потом только собрать. Но это совсем другое дело. Так, по старинке. Копаем мы ее. И все. Что я покопаю. Я, похоже, ничего не показываю, чего я там копаю. Вот так, наверное, будет видно. Вот он наш последний куст винограда. Который еще не поспел. Вот кисти. Видите, он оттаивает. Мокрый. Ну, вот она, картошка. Но я прям даже не знаю, какой вывод делать. Получается, что можно покупать семена вот этой ранней картошки, которая неизвестна, откуда привезена, с каких Египтов. И она вот в наших, во всяком случае, местах дает урожай выше, чем вот та картошка, которая сажается в мае месяце или в июне и попадает вот под эту летнюю жару. Ну, не знаю, может быть, конечно, это эксперимент ни о чем не говорит. Но я бы сказала, результат показателен. Скажите, классная вот эта красная картошка. Еще раз говорю, покупала семена в магните. Картошка импортная.